Музыка Ну что ж, начинаем наш рассказ, как и было обещано, о существовании цивилизаций в эпоху существования и бытия на нашей Земле, таких существ, которых называет наука динозавры. Это будет не рассказ, так сказать, с теми определенными доказательствами и объяснениями, которые относят динозавров глубоко в прошлое, на, допустим, минимум на 65 миллионов лет тому назад. Возможно, они существовали и ближе к нашему времени, но мы не будем тут рассматривать эти две спорные теории, их столкновения. Конечно, они будут в какое-то определенное время упомянуты. И мы начинаем наш рассказ, естественно, с города Ика и его знаменитых камней, найденных в окрестностях этого города. Город Ика существует официально уже более 400 лет. Был заложен, как сообщают летописи, конкистадорами. Но это даже не важно. Важно, что в этом городе жил врач испанского происхождения, который, как археолог-любитель, совершил ряд невиданных и неслыханных от крови открытий, которые должны были бы произвести революцию мировой исторической науки. Но, и об этом упомянем позже, правда, без всестороннего анализа неприятия современной науки, открытий доктора Кабреры, надеюсь, для уже осведомленных людей это и понятно. А для тех, кто об этом слышит впервые, будем постепенно, но твердо приводить факты, объясняющие неприятие современной официальной исторической науки всего нового, то есть уже давно и хорошо забытого, сознательно забытого старого. А открытия доктора Кабреры должны были революционизировать существующие, по крайней мере, взгляды на генезис развития человечества. И еще, его открытия являются неопровержимыми доказательствами существования иного человека, человека совершенно другого вида, чем мы, который жил на земле в далекой, даже точно еще неопределенной эпохе. Коротко. Официально принято, что между Азией и Северной Америкой, между 50 и 10 тысячами лет тому назад, то есть до нашей так называемой эры, существовал мост, то есть возможность перехода человека. И тогда, мол, наш вид переселился в Америку, самодельно развивался. И где-то около 3 тысяч лет назад началась так называемая активная фаза американской цивилизации. А, например, первые люди на территории Перу, где находится город Ика, и где проживал доктор Кабрера, появились около 20 тысяч лет назад. И, мол, около 3 тысяч лет тому, вдоль техокеанского побережья, зародились многочисленные культурные центры, которые и создали, в конце концов, прединкасские государства. Так, почти твердо было закреплено в официальной науке. Не считаем же теории Турахиирдала и других о палеоконтактах случайных мореплаваний и мореплавателей, определяющими в развитии предиспанской культуры в Америке. И вот настал 1961 год. Обильные дожди обрушились на полу, пустынные сухие окрестности города Ика. Бурные водные потоки понеслись анд, срывая пески пустыни и понесли их в море. Таким образом, даже с более глубоких слоев земли появились омытые многочисленные камни, среди которых находили экземпляры, покрытые таинственными рисунками. И коротко. Археологическая культура, их породившая, неизвестна. А на камнях увидели карты неизвестных территорий, странные астрономические расположения звездного неба, всевозможные оптические инструменты, телескопы, лупы и, главное, обширный каталог древних вымерших животных с их биологическими циклами развития, сложных операций хирургических, пересадок сердца, почек, печени и даже мозга, рисунки механических транспортных устройств и так далее. И многое другое, о чем наш рассказ не кончился бы, даже после многочасового перечисления и показа находок. Камни находили крестьяне в песках, вымытых из берегов реки Ика. В 1966 году доктор Кабрера в благодарность за бесплатное лечение получил небольшой камень, как оттиск на бумаге, с изображением странной птицы, присмотревшись повнимательнее и, произведя более тщательное исследование, определил, что это, по реконструкции, изображение птерозавра, который жил, как считается, около 140 до 80 миллионов лет тому назад, то есть летающего ящера, динозавра. Теперь у Кабреры, в бывших помещениях его клиники, ныне частный музей, доктор Кабрера собрал более 11 тысяч покрытых рисунками камней различной величины, от самых малых, почти миниатюрных, до огромных, весящих до 200 килограмм настоящих произведений искусства. Сам Кабреры считал, что камни эти были известны инкам, но и не только. Были известны культурам, предшествующим им. По его трактовке, камни, покрытые рисунками культового и религиозного характера, сопутствовали умершим в их путешествии в другой мир. Конечно, это его трактовка. В том же, 1966 году, камни были подвергнуты экспертизе в Горном институте в Народном техническом университете. Эскуэля Националь де Ингенерос. Экспертизу подписали доктора Фернандо де Ласкасас и Цесарио Комуэлла. Результат – слой углерода, покрывающий равномерно как сами рисунки, так и свободную поверхность между ними, показал, что век экземпляров можно отнести не менее чем 12 тысяч лет тому назад. До наших дней дошел письменный документ этой экспертизы. И вот тут началась слистопляска. Скажут, как можно верить радиоуглеродным исследованиям, когда сам метод уже основательно подвергают сомнению новые современные исследователи. Например, из группы недавно умершего Склярова. «Если бы так рьяно набросились противники камней Ики на все содержимое всех мировых музеев, где указаны неопровержимые датировки различных археолого-исторических памятников различных эпох и тому подобное. Но, да простят нас слушатели, эта тема без покрытия. Научные трактаты, как часто, являются не научными, а свыше спущенными идеологическо-политическими установками и указами, принятые на веру, условное табу, учеными кругами». И, конечно, еще и еще раз были проведены новые экспертизы. Например, полученная 28 января 1969 года из Бонна ФРГ от доктора Вольфа. оценивают век камней из Ики и рисунков на них самое малое в 12 тысяч лет. Это пока все, что касается камней Ики. Но, чтобы расширить и углубить понимание и возможное появление их в регионе, скажем пару слов о так называемой пустыне Насква, довольно-таки разрекламированной и известной всем интересующейся древностью и артефактами. Рисунки гигантские на этом плоскогоре поражают воображение. Неизвестная культура непознанными до сих пор методами изобразила различные фигуры, видимые полностью только с высоты полета птиц. Ученые в недоумении. Немка, годами их исследовавшая, так и не пришла к окончательному выводу. Мало того, нет никаких конкретных данных о том, когда и какая цивилизация, несомненно, высокоразвитая цивилизация осуществила рисунки всех этих птиц, животных и других предметов. И не стоит связывать и ошибочно приписывать их позднейшим культурам Наска или культуре с окрестностей города Ики. Однако, несомненно, какая-то связь между рисунками с пустыни Наска и камнями Ики есть. Однако, сразу же отбросим связь рисунков Наски с культурой карго, то есть с так называемой культурой, чтившей неземных богов, ибо эта культура принадлежит к очень примитивным культурам. В Наска высокий технический уровень исполнения, а культы карго соответствуют мировоззрению современных даже племен Южной Америки и Австралии. Что интересно, исследования самих камней их геологической структуры показали, что их можно датировать на около двухсот двадцати миллионов лет. То есть они на сто шестьдесят миллионов лет старше, чем сам горный массив Анг. Вот так ребус. Это после лабораторного исследования, лабораторных исследований в музее вождухных сил в первую. И еще очень важное замечание. Рисунки на камнях Ики нельзя связать ни с одной из известных культур Ангского ареала. Единственный общий с ними элемент это фигура птицы, называемой калибри, появляющейся как на камнях Ики, так и в пустыне Наска. И вот эти и другие рассуждения приводят к тому, что мы должны утверждать, что в первую существовала древне историческая неизвестная цивилизация, которая должна быть более старой, чем ныне известные культуры Америки. И еще самое интригующее, камни показывают нам, что независимо от сходства некоторых фигур на плоскогорию Наска нет даже близкой аналогии с известными предметами археологии какой-нибудь из инских или пред инкасских культур. А ведь исследования рисунков на камнях Ики показывают нам изображение зверей с древних эпох развития Земли, а также людей антропологически отличных от современных и при том антропологически развитых не каких-то там пяти кантропов и неандертальцев, а возможно более развитых, чем наш антропологический вид. Но об этом мы поговорим позже. Это все как раз и подтверждает, что находки, то есть камни Ики подлинно древние археологические памятники. Доктор Кабрера также считал, что его коллекция это возможно лишь небольшая часть огромной каменной библиотеки. Камни пролежали и сохранились на сухих склонах Ант. И есть их скорее всего сотни тысяч, из которых он исследовал около тысячи штук. И это совершил этот неутомимый и несломленный клеветой и нападками простой, даже неученый человек. Просто частное лицо, которому помогали немногочисленные энтузиасты, помощники. Наверняка, думается, нам, так называемый правдивый ученый, вряд ли бы это совершил и вряд ли бы взялся за эту тему, испугавшись последствий. Они все боятся каких-то там последствий. Кроме уже названных двух тем, можно и наверняка даже необходимо рассмотреть тему так называемых таинственных туннелей под Андами. Однако, это невероятно сложно. Из-за того, что правительство, в частности Перу, организовали абсолютную информационную блокаду. Известно, где ее источник, и пока оттуда не поступит разрешительная команда, как и во всех областях знания и политики. Эта блокада будет длиться. Впрочем, не эта тема нашего рассказа. И вот, по этой причине туннели под Андами обросли множеством диких сплетней и абсурдных фантазий. Интересно, что доктор Кабрера тоже много знал о туннелях. Но, понимаю, сколь опасно, но, понимая, сколь опасно открытие публичного места, откуда происходят его сокровища древних эпох, постарался максимально укрывать его неизвестности. Требуя, чтобы этим занималась также армия страны, он считал это приоритетной задачей, даже более первоочередной задачей, чем сохранность собственной коллекции. Важно было сохранить тайну места, откуда доставалась его коллекция. Перед грабитель с кеминобегами черных копателей. И еще, коротко, ибо эта тема уже обширно освещена в интернете о так называемых фальшивках. Имеется в виду камней ики, изготавливаемых крестьянами, простыми хлопами, признавшимися в суде, одним, кстати, крестьянином, признавшимся в суде, по устроенном в суде, устроенном властями, по дискредитации собраний доктора Кабреры, что именно все эти камни он, этот христианин, крестьянин и изготовил. Аж 11 тысяч штук. И при этом техникой гравировки очень сложной и ненаблюдаемой до сего времени, а в некоторых своих чертах превосходящих гравирование, по крайней мере, инказского и даже более позднего периода. хуаскаран, гора инка, высота которой 6768 метров над уровнем моря, самая высокая в перуанских андах. Можно представить, теперь, насколько есть загадочная история происхождение как камни и ики, кустыни Наска и туннелей, если примерно считается существование анд в 60, ну, 80 миллионов лет, а их датировки и изображенные на них животные происходят из более отдаленных эпох. Ну, еще немного о туннелях. Их сооружения приписывают инкам. Вновь же, хотя, как мы видим, из всех известных творений инков нет ничего близкого, которое можно сравнить с туннелями по сложности исполнения. К тому же, инки не могли бы их соорудить, так как не имели соответствующих соответствующего оборудования. вообразить, что эти огромные и длинные туннели делали физически многокилла, десяткокилометровые, делали простые, простым потреблением простого физического труда, это абсурд. Однако, известно другое. Инки знали о туннелях и охотно пользовались ними. Мы смело можем утверждать, что сеть подземных туннелей, которые можно лишь сравнить с современным метро, это творение неизвестной цивилизации и населявшей американский континент задолго перед инками и даже их прапредками. Мы только знаем о сотнях километров широких подземных переходов, настоящих улиц, которых предназначения никто не знает, но большую часть этих подземелий уничтожили землетрясения и часть их ныне засыпана, оттого в них тяжело попасть, да и большая их часть кончается под дном моря. Огромные каменные плиты и сложные каменные сооружения позволяют утверждать, что народы, населяющие в те продавние времена Южную Америку, ничего общего не имеют современными небольшого роста Индии, Анами, как и с их керамикой и с их глиняными хатками. Уже с 1966 года с экспедиции Роберта Мензия из Соединенных Штатов Америки известно, что в отдалении 80 километров на запад от Калао около Лимы обнаружены на дне океана остатки какого-то очень старого затонувшего города, полного покрытыми иероглифами статуй и прочего, а также покрытые слоем ила вознесений остатков циклопических строений, что известно об этом, как и о других городах, например, на дне морском у берегов Кубы. Ничего, практически ничего, брехливая официальная история имеет практику замалчивания, если ей нечего сказать по этому поводу, чтобы сохранить и не обрушить свои лживые историки нашего мира. Но вернемся, однако, к камнямыки, оставляя в памяти конечно все вышесказанное. Находки доктора Кааа Верера не были впервые обнаруженными артефактами, и до него добывали по случайности камни, покрытые рисунками, и все они ныне находятся в основном в частных коллекциях. Исследователи с уверенностью признали, что все ныне известное только часть каких-то невообразимо больших творений древних народов. Они полны ныне трудно объяснимых символов и одновременно иллюстрируют знания и события древних эпох, о которых правда мы не имеем никакого реального представления. Если можно так выразиться, то техническое исполнение этих гравюр на камне совершенно ни на что не подобно и абсолютно чуждо всем известным и исследованным до наших дней и современным культурам. А фигуры изображенных абсолютно не похожи на индиан имеют иное анатомическое построение. Видно и что изображаемые были очень высокого роста. Еще рядом с ними мы видим вымерших как считается животных живших миллионы лет до наших дней. Не увидим мы тут ни кошек собак обезьян коней и так далее. Исполнителей камней окружала иная фауна. Нет также изображений всяких там НЛО и существ из космоса как мы ныне их представляем. То есть воображаем. Но надо заметить никаких явных свидетельств письменности на камнях также нет. Или существа создавшие столь высокотехнологические вещи не пользовались письменностью то есть были абсолютно безграмотны нас это не удивляет и не свидетельствует о том по нашему убеждению о их ограниченно развитой цивилизации скорее наоборот. Но об этом ниже для нетерпеливых предлагаю вспомнить хотя бы утверждение Шемшука и других что регресса цивилизации регресс цивилизации и начинается с приобретением человека способностью говорить а затем и писать это так к размышлению и об этом ниже и по другому поводу и тут упомянем что после первого периода молчания с 1968 года с подачи археолога Джона Ховланда Рове узнавшего камни за фальшивки началась оглушительная и постоянная кампания по очернению как доктора Кабреры так и его великолепной коллекции не будем тут разбираться в нюансах этой грязной кампании продолжающейся и в наши дни думаю чего не коснись древней истории и даже не так уж древней это можно наблюдать везде и всюду жвачное животное каким из человека делают современное существо называющие себя человеком поглотит не раздумывая любую ложь если она не затрагивает его серой и сытой почти безопасной экзистенции скажем одно камней ики есть вероятно около 11 тысяч чтобы их изготовить нужны десятки опытных мастеров каменного дела а несколько крестьян признавшихся под натиском властей в фальсификатах явно не способны были будучи безграмотными и тому подобное к созданию их кто из них мог бы отличить стегозавра от бронтозавра и так виртуозно с деталями с подробностями изобразить их а также откуда бы они могли знать о картах земли таких какой она могла быть миллионами лет тому назад конечно конечно начали обвинять доктора кабрера мол он предоставил безграмотным хлопом холопом образцы по которым они изображали древний мир таким каким мы его видим на камнях ики тут коснемся немного теории эволюции дарвина ведь все о чем мы рассказываем явно противоречит этой догматической уже и господствующей гипотезе в современной официальной науке но бог с нею пусть с нею будет его еврейский всесильный бог и пусть ему и ей поклоняются адепты искаженного извращенного современного мира и так как известно из современных исследований ведь мы же не можем не верить им еще около ста миллионам лет тому назад на земле не было цветов и о чудо они как по приказу почти одновременно расцвели везде появились как бы из ничего не ожидаемо по теории эволюции и почти в одно время и это явление стало для Чарльза Дарвина проклятой тайной это урок первый урок второй тоже ставящий миф эволюционный в тяжелое и сомнительное положение это формирование и дальнейшая эволюция человеческого мозга этого чудесного как будто творения нашей планеты разве он мозг не остается увлекательной загадкой уникальным феноменом для палеонтологов и невропатологов рассмотрев этот вопрос подробно известный антрополог Лорин Эйселей творивший в рамках официальной науки вынужден был признать что развитие мозга мол протекала параллельно общей эволюции человечества вот почти дословная цитата этого утверждения самое удивительное то что человек вообще появился и произошло это настолько рекордно коротком отрезке времени это факт от которого приходишь в неописуемое недоумение и его ничем нельзя сравнить как это произошло до сих пор остается тайной конечно мы знаем не остается это тайной не для догматиков материалистов мол еще найдем звенья в эволюции наших предков бартышек пусть простят последние не хочу их оскорбить ибо смешно оскорблять животных будь они муравьями или слонами а также для основных религиозных сект так расплодившийся на этой земле и затуманивший головы 99% человечества ведя его как и первое пропасть дикости глупости и мракобесия мозг повторил фактические явления цветов ибо мозг этот биологический феномен тоже появился мгновенно учитывая шкалу исторического развития земли как молния в небе конечно есть теории исчисляющие жизнь на земле в несколько тысячелетий но не будем их касаться в сущности это ничего не меняет а только погрузит нас в дебри бесконечной и пока еще неразрешимой дискуссии но вернемся к нашим инкам а ведь они как известно хоть оказывается не для всех тоже имели письменность использующую 400 знаков письма а вот камни ики все равно выпадает из круга инкасской цивилизации например даже потому что представляемые на камнях человеческие особи имеют отличительные от нас пропорции то есть тоже имеют отличия от инков и предшествующих им цивилизациям в человеческом плане подобных нам однако украшавшие их головы перья вполне подобны до инкасских что это и на камнях мы увидим животных ныне исчезнувших видов кони и ламы пятипалые огромные медведи родственные ленивцам альтикамеллиус млекопитающие с головой и шеи жирафа и телом верблюда огромные олени мамонты диатриму огромные бегающие птицы и множество других в подтверждение всего вышесказанного можно привести такой пример в 1920 году археолог из Перу Юрий Телло при раскопках нашел керамику с изображением пятипалых лам с характерными для Ти А Хоаканского Тихуанакана это горные разрушенный город горной местности в Боливии рисунками а как известно современные ламы звери парнокопытные что и далее великие ученые историки будут игнорировать факты продолжим наш обзор фактов игнорируемых современной наукой напомню только одно наша цель это регион северного причерноморья которая еще совсем недавно выглядела даже приблизительно отлично от современного и начинаем мы издалека две вещи мы отбрасываем две господствующие ныне теории религиозную и официальную всю науку в отходах этих двух направлений знания незнания пусть и копаются представители этих теорий а мы начнем и начинаем издалека вернее уже продолжим продолжим наш рассказ о динозаврах пока мы еще и наверное еще долго будем на территории латинской америки а конкретнее в первую как так неужели человек мог бы жить одновременно с динозаврами официально нет это невозможно да вы и сами знаете какая близость ведь два этих вида разделяют десятки миллионов лет эволюции а может современная палеонтология немного имеет в себе правдивых черт от реальной науки как это с прискорбием должны мы констатировать говоря и о теории эволюции да и о многих других областях знания все они превратились в некие религиозные институты и может в конце концов мы анализируя артефакты открывая разум для неожиданного нового знания должны будем согласиться что мы как человечество происходим от неизвестной еще сегодня иной человеческой линии и не жил ли этот наш предок в те времена когда динозавры эти доисторические гады доминировали около как считается 140 миллионов лет тому назад на земле и не погибла ли та цивилизация одновременно и так неожиданно и в непонятных обстоятельствах когда исчезли динозавры да существуют и другие теории которые значительно сужают этот многомиллионный отрезок времени к нескольким тысячелетиям лет назад приближая приближая экзистенцию существования динозавра чуть ли не к нашим дням мы и этих теорий не отвергаем но пока рассмотрим и изучим все что относят и нас и динозавра к существованию миллионы лет назад как известно из официальной науки первые технологические шаги человек из примитивного образа жизни сделал в период палеолита то есть несколько десятков тысяч лет назад ну там разные неандертальщики за ними кроманьонцы так о каких миллионах лет может идти речь одни вопросы и официальная наука додает на все жесткие ответы точка давайте смотреть лучше в будущее а прошлое там все почти закрыто например неандертальщики совершенно непонятно почему не создали никаких произведений искусства и почему после них изменения произошли везде и почти одновременно а может некоторые из артефактов происходят из какого-то страшно даже какого от нас отстоящего прошлого и именно из последней фазы существования этого древнейшего прочеловечества они нам и достались наследства особенно если это прочеловечество вступило уже на регрессивную стадию эволюции так сказать инволюции может например камни ики являются остатками и посланиями из эпохи упадка о которой память погибла в будущей историографии наших времен сколько же тут нестыковок например возьмем австралийского прачеловека этот несомненно человеческий квит от тысяч лет использует каменные орудия для войны и труда за исключением бумеранга последний слишком сложен конструктивно для орудий так называемого каменного века или другой народ бирхор в Индии кажется так он называется он игнорирует нововведения и дальше живет джунгля в каменном веке немного отвлекемся и поговорим о так называемом человеке измулеон который и культурно и физически остается единственным в своем роде его открыли на побережье Алжира и Марокко исследования радиоукномного радиоуглеродного анализа конечно этот метод как мы отмечали не раз не является истинной последней станции и в большой мере также спорен относят человека к смулен 12000 лет назад чем это открытие удивительно тем что масса мозга этого человека самая большая из известных в среднем около 2300 сантиметров вот и сравните объем мозга современного человека только в среднем 1400 сантиметров кубических до известные исключения исправил как говорится например мозг иван сергеевич тургенева был около 2000 сантиметров а писателя имеля земля 900 кубических сантиметров как вам такие различия но что еще больше удивляет исследователей как например английского анатома артура кейта отношения размеров черепа и лица основа черепа была более закругленная чем у современного человека что свидетельствует том что человек смолен сохранял и во взрослом возрасте форму черепа ребенка то есть мозг покоился на неизменяющемся большой на неизменяющейся большой основе черепа и как бы рос вверх детали детские черты лица скорее всего деликатные современные даже в сравнении с кавказским с кавказской расой и ничем не напоминали крупного черепа негроида явление детских черт на удлиненном черепе по-научному называется пайдоморфизмом это действительно значительная черта модернизированного человека ну и сам факт этот человек жил на указанном побережье и появился внезапно как и внезапно исчез например доктор Ольман из университетов Капета считал что этот вид очень ультра современный и его череп куда сильнее развит чем череп современного человека может это остаток человека из далекого прошлого при этом человек с муглём менее обезьяноподобен чем человек современный этот ученый считал что сам вид не должен был существовать так как он не вписывается в теорию эволюции ох эта теория как она мучит на современную же официальную науку он не должен вообще существовать со своих хрупкими костями и строением и высоким лбом его эволюционисты охотно бы поместили на пару миллионов будущее как плод развития нас а не в число наших предков правда были ли они нашими предками это тоже остается загадкой ну и публикация о нем есть немного ибо он невероятно невероятен и чувств и чужд эволюционизму а как инноволюционизм но это не тема нашего рассказа а в общем-то этот факт бы более соответствовал теории эволюции чем теории эволюции а каковы мы факты говорят что нас вид мало изменился за последние 40-20 тысяч лет вообразите себе что человек рисовавший в пещерах ласка и альтамири был такой же как мы как мы видим эта тема бесконечно фактов есть множество обработка их и приведение каким-то выводом займет не одно вероятно рассмотрение и разбирательство и поэтому мы заканчиваем рассказ и приведение этих фактов и исследований в этой первой части спасибо за внимание и до встречи надеюсь на понятный и внимательный отзыв слушателей пишите задавайте вопросы подсказывайте слушайте запоминайте подписывайтесь на канал и до встречи два слова только скажу об источниках этих всех выводов фактов и прочего в основном они взяты из интернета с помощью так сказать наблюдения за определенными фильмами определенными исследования различных известных и малоизвестных авторов в основном можно провести тут фильмы Андрея Жукова он можно сказать не основной источник но очень важный а также есть взятые некоторые факты и в дальнейшем которые я буду использовать в этих фильмах это из книг Корнелии Петрату Бернадо Ройдингера Себастьяна Черкасса Джона Хормера в основном пока остальные если появятся дополнительно я об этом скажу и когда-нибудь в дальнейшем все это будет выложено по окончанию изложения темы это это те которые сейчас наблюдают со стороны что происходит на земле в дальнейшем в дальнейшем цивилизации одна космическая и одна космическая и две цивилизации они сейчас больше заправо управлять планировать мы когда нас забросили и когда ходят на территорию то есть тогда никто не следил за всем этим концепсом город что москва да так что то москва да да москва хороший город зачем ходить в Москве но есть силы которые управляют всеми этими процессами вы знаете как был пластмасс который снег надо будет шаговить москва готов к преред är чайник да конечно надо почему они у пластмасс пророч Ну, ты не помнишь, что это скажу? Я увидел. Драконы? А? Драконы? А? Как вам сказать? Драконы? Драконы? Семь называет Семь-Кристианинга. Можно назвать их драконы? Можно назвать их теорию? Как вы так называете? Это наше дело. Ну, то есть, это гневская цивилизация, в которой вместо гипоглобина течет голубая кровь, то есть, гнев течет вместо железа. Это доказано нам. Это все знают. И гиблии между серпентоидами и между людьми, гиблии – это все черные периоды Европы, это корнецкие Семьи, это иудейские бангиры, выпущего порядка. Ну, кроме Локшингов, которые сейчас от них как-то пытаются отойду. Вот. Поэтому, вот так, вот. Это гневная тема, которую невозможно рассказать и за день, и за дважды. Это очень... Вы дальше поняли в эту работу? Да. Вы дальше поняли в эту работу? Вы дальше поняли в эту работу? Да. Иудеи другие, они не пользуются в атмосфере. А в космосе они на них не летают. Они только до Луны, да, на нас и на них ходят, да. До дороги космоса не передвигаются. У них другие технологии. Там технологии гуманерного перехода. Через 5-й и 5-й МС. А Таиле Путович, хороший аппарат, отличный. Таиле Путович, летает. Скорость 8000 км в атмосфере. 8000 км в час. Такой скорость слишком не развивает. Один аппаратный. 8000 км в атмосфере. У меня не было такое. Ну. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok